Но вот здесь почему-то все пьют и пьют, нигде больше этого нету. Не важно, что пьют. Я алкоголь не употребляю. Да не алкоголь, вода, простая вода из колодца. Вот я, допустим, у меня по два часа в университете было. Я не позволил, чтобы сакан ставили на капитру. Никогда. Чего-то на глазах людей буду хлюпать. А здесь горят. Почему? Потому что здесь блудство сплошное. За это гиенна огненная обещана. И люди, сами того не зная, показывают, что они заливают огонь. Его не залить. За нас умер Христос. Христос ждет с покаянием людей. И мы людям показываем сразу. Говорим, у вас есть такая книга? Есть у меня такая книга. Во. А можете показать? Нет, она в другой комнате. Там сестра спит, я не хочу ее будить. Ну ладно, я поверю в это. Хотя показать Библию, которая говорит, у нас в Библии есть. И ста человек ни один еще не показал. А там у бабушки в деревне все одинаково врут. Я так же в деревне вырос. Ну так. У меня и дом у Библии есть. У меня родители верующие. А обычно все одни брехуны, как один парализованный говорил. Я понимаю, да. Если есть духовные вопросы, вы можете задать. Я вам скину. Вы, если хотите что-то больше узнать, зайдите в скайп. Игнатий Лапкин. Два слова зарядите. Игнатий Лапкин. Я вам скину на наши ресурсы. Вот в ютубе у нас 17 300 роликов наших только. Мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Смотрите. Мы спрашиваем сначала. Есть ли такая книга у вас дома? Есть. Да. У меня есть. У меня есть книга. А показать можете? Показать. У вас есть книга? Книга есть в Библии? Вот эта книга. Посмотрите. Я ее продала. Лучше переключать. То есть нету. Я ее продала. Библия. Я сейчас начну Библию. Я ее продала. Там еще кто-то ходит сзади. Видишь? Мы пришли в великую радость сказать вам, что Иисус Христос умер за грехи наши и зовет к покаянию. Чтобы мы получили прощение даром. И жили по заповедям его. Да значит, что Бог не сидел что-то в рулетке, блядь, и не дрочил на письки малолеток. Вы желаете побеседовать на духовную тему? Да. Давайте. Мы каждого спрашиваем, как православные проповедники пришли здесь, в это место разврата. Такая книга у вас есть? У бабушки есть. В Библии надо называть. Да. В Библии это откровение Божие. Писали вы святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. И согласно Слову Божию, весь мир лежит во грехе. И ни один грешник, не счастливый, на небо не взойдет. И поэтому Господь Христос сошел с неба, воплотился через Деву Марию и умер за грехи всех людей. Это самая радостная весть. Он взял мой грех и умер за меня. Я теперь прошу только Отец Небесный ради страданий Христовых. Прости меня. И Бог прощает и говорит, впредь не греши. Иди по моим заповедям. Я вот 23 года покаялся. А мне сейчас 81. Ой, вы совсем взрослые. Ну вот так. Столько же вам еще прожить? Ну вот, если у вас будет желание получить наши ресурсы, у нас очень большой YouTube канал, сайт. Настолько большие. Вы сейчас снимаете, да? Я все снимаю. И у меня только в этом, в YouTube 17300 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Все верующие. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Нет, я и такими занимаюсь. Ну, я рассказываю, как у нас. А если на сайт зайдете, он называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. YouTube. Хорошо. А вот если пожелаете больше узнать, по скайпу зайдете. Зарядите, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Хорошо. Все. Если вопросы будете, можете... Удачи вам. Спаси Христос. Вам всего хорошего. До свидания. Да, вам всего хорошего. До свидания. Вы откуда? Не откуда. С кухни зашел, сел на этот стол. С кухни? А я тоже с кухни. Вы хотите спросить... Мы православные люди. Вы хотите спросить, где я нахожусь сейчас, да? Мы все крещеные. Вы хотите спросить, где я нахожусь? Вы вопрос неправильно ставите. Да, извините, пожалуйста. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. 81-й? Да. У меня прадедушки 92-й уже. 93-й идет. Это мой муж. И мы свидетельствуем людям, что жить надо, потому что Бог открыл людям. Это какая-то дебатышка секта. И мы с этого не его... Бог открыл. Бог наш един. Единый Господь Бог наш. Спаситель Христос, Святая Троица. Да. Богу слава. Иисус умер за наши грехи. Это радостная вещь, что Он воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди шли в Святую Православную Церковь. Да. А можно вас спросить? Можно. Ну, как мы знаем, каждое воскресенье надо в церковь ходить. Конечно. И в субботу... В субботу вечером и в воскресенье утром обязательно. В субботу утром, да? Да. Вот, на молитву батюшки. Вы можете зайти на наш YouTube канал. Православный канал. Очень большой. YouTube канал? Канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Да, зайдем, конечно. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. Я скину наши материалы. У нас на YouTube 17200 роликов только. Хорошо. Мы строим православную деревню с нуля. Вам будет интересно увидеть. Да, нельзя врать. В Алтайском крае вы строите? Да, сами с нуля. Сами дороги прокладываем, пруды. А вам пожертвовать можно на строительство? Ну, вы по скайпу зайдите. Скайп. Скайп. Как еще раз? По скайпу. Скайп. Такая система есть. Игнатий Лапкин. И я вам скину все материалы, там поговорим. Игнатий Лапкин. Вы меня сразу найдете. Игнатий. Лапкин. Слово «лапа». Юрография, я вас добавлю. Хотелось бы помочь вам на строительство. Вы запишите. Я дам огромные материалы вам. Игнатий Лапкин. По скайпу. Не забудьте. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. С Богом. Богу слава. До свидания. До свидания. Мы говорим, такая книга есть. Она называется «Книга жизни». Отвечает на все вопросы. А первая книга в ней, она 77 книг, корочка. Написана 3600 лет назад. Можно вопрос? Пожалуйста. А вы же понимаете, что вот эта вот ячейка интернета, где вы сейчас сидите, она слишком грешная. Я знаю, для этого мы пришли, чтобы людям сказать о Боге. Тут разврат, садом. Ну да. И как, слушают? Много? Да не много, но слушают. Иногда бывает, вот кажется, вчера у меня было три человека, сразу и все нормальные. Не пьют, не едят. Не раздетые. А один увидел меня только сразу. О, Лапкин здесь. Вот она моя. Я говорю, как? Я, говорит, три года, говорит, на вашем ютубе сижу. А у вас свой канал есть? У нас очень большие ресурсы. Он называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Ютуб. Понял. Хорошо, буду знать. Спасибо. Всего вам доброго. Вы забудете. Игнатий Лапкин, это я. Я Игнатий Лапкин. Ну, как-то запишите. Дело в том, что у нас еще есть сайт, через гугл найти. Там примерно 50 книг моим голосом насчитанные были. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст. То есть фильмы о нас, которые сняло государство. Очень интересно. Мы деревню строим православную как. Можно вам вопрос? Да. Вот чтобы быть верующим, обязательно иметь много иконок, много книг о Библии, ходить каждое воскресенье, церковь. Или достаточно того, что ты вот здесь с этим дружишь, как бы, и веришь вот здесь, и вот здесь, и все? Ну, это называется тайная вера. Это называется худшее предательство. Иконы не надо. Может быть, одна напоминающая будет. Две дома, чтобы... Ну, как портрет матери и отца. Несколько, несколько, да. Просто маленькая иконочка. То есть, не как там, что везде все свои жизни давали? Да нет, конечно, нет. Ни одного слова в Библии про это нет. Чтобы имели икон, много. Мы православные имеем их. Вот у меня иконостас, ну, и стоит, я даже к ней не прикасаюсь уж полгода. Пыль смелдаем, все. А вот говорили, как ходить, не ходить в церковь, это обязательно. Потому что надо ходить на исповедь, причащаться. Ну, верующий должен быть человек. Мало того, проповеди услышите. Вот вы, если зайдете на наш YouTube, в YouTube, вы найдете там мои проповеди, где я проповедовал здесь, за рубежом, где... Вы нас такие... Я просто говорю вам, то, что у нас есть, это нигде нет. Вот я вел занятия сразу в пяти университетах, тринадцать школ. И мне много вопросов. Три радиопрограммы вел, я отвечал на вопросы. Четыре тысячи, сто двадцать четыре вопроса. Пятьдесят пять папок. И когда у меня вышло из печати тридцать восемь томов по семьсот пятьдесят две страницы, Господь мне на сердце положил подарить книги библиотекам. И мы из Барновола доехали до Владивостока. А потом вернулись, дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику и Турцию. И посетили шестьсот пятьдесят библиотек, городов. По милости Божией. А книги не просто так, они человеку дают жизнь. Человек считает, у него жизнь меняется. Так что... А? А с какого он лет? Так, интересно. Мне? Угу. В восемьдесят первый год. Город Барнаул, Лапкино, Игнати. Вы увидите там фотографии. Я первый в стране издал архипелаг, гулаг насчитал. Ну и меня спрятали. А уже в восемьдесят седьмом я освободился последний раз. А в девяносто втором реабилитирован. Всего вам хорошего. Значит, если пожелаете узнать, по скайпу найдите меня, по скайпу. Игнатий Лапкин, я один такой сумели. А там материал, и форум, и мой мир. А мой мир, там 22 тысячи фотографий наших. Содом и Гаморра. Как дела у тебя? Ну, слава Богу. Ночь прошла благополучно. С утра рано. Помолились. Занимаетесь. Затем принесли сюда благую весть, что Христос умер за грехи людей и воскресли нашего оправдания, чтобы люди знали, что делается здесь в рулетке. За это только будет огонь вечный в деянии с сатаной вместе. Что дела у вас? Ну, дела. Люди обращаются к Богу. Новые души найдены. А у вас как дела? Ну, вот наши дела эти и есть. Мы проповедники православные. Только не ругаться, чтобы не было стыдно. Понятно. Кем работаете? Ну, давайте скажем так. Я нахожусь в городе Барнауле, Лапкино, Игнатий Тихонович. 81-й год. Кем я могу работать на девятом десятке лет? Вам 90-е лет? 90-е. На 90-е пошло. 81-е я отвечаю. А чем я занимаюсь? С утра мы встаем всегда в 4.40, совершаем утренние молитвы. Вот тут пить начинают. Нигде столько не пьют, как на рулетке. Пытаются залить геенский огонь блуда. Это вода. Не имеет значения. Мне нельзя воду пить? Я отвечаю, что можно пить, но не на глазах людей. Почему? Я веду занятия одновременно на пяти университетах, тринадцати школах. И ни разу не позволил, даже на конгрессах, где выступаю, чтобы ставили стакан с водой. Но мне же нужно смачивать горло, когда я говорю. Не надо, не надо смачивать. Я у меня пара часов, два часа непрерывно с ауцидентами говорю. И учитываю, что только в одном университете восемнадцать лет. И ни разу стакана не было. А вы мой путь пройдите. Извините, я не знал. Но я просто сказал вам. Меня в морозилке держали в тюрьме тринадцать дней. Я пять тюрем прошел, за слово Божие. Реабилитирован только 9 января 92-го года. Вот если вам нужно, я дам вам данные свои. Скайп Игнатий Лапкин. По скайпу. Я скину свои ресурсы. У нас Ютуб. У меня там 17200 роликов только. Строим православную деревню. Я начальник детского лагеря, созданного собой, 45 лет был. Без помощи государства тысячи детей поднять. Вам будет очень интересно молодому человеку все увидеть. Что увидеть? Увидеть, как мы на практике притворяем то, что нам повелевает Господь. Что вы делаете? Ну что, строим православную деревню. Одна на 21 тысячу погубленных. Получили статус. Начинаем строить. Все за свой счет. Дороги сами, пруды, электричество. Это невероятно. В этом раздрае. Не ругать правителей, а работать. Молиться за них. Молодцы. Вот я начальник детского лагеря, 45 лет. Ни рубля государства не дало. Тысячи детей подняли. Наркоманы, которые были за один месяц, делаются другими, навсегда отстают от этого. Ну, правильно делаете. Ну, вот вы зайдете, все это увидите. Вот зайдите по скайпу. Скайп Игнатий Лапкин. Я скину данные. Вы молоды. И вам приятно это будет знать, что в любом вопросе нужно начинать работать практически. Все правильно. Надо знать, что сказать. Вот, допустим, говорят, детей, я говорю, министр внутренних дел МВД России, Нургалиев говорит, около 3,5 миллионов беспризорных. А что ты сделал? А что я сделаю? Вот мне Господь позволил создать лагерь. И тысячи детей подняли. Давайте каждый это сделаем. Дальше. А преступников много. А что ты сделал? Я 18 лет сотрудничаю с тюрьмой, имею огромный опыт. Мы с Паской, поздравляю, яйца крашеные даже приносим. Что-то из одежды, с разрешения начальства. И они, освободившись, меня ищут отблагодарить уже с семьями. Народ не образован. Вот я в пяти университетах веду занятия, 13 школ. Бесплатно все. И другой уровень совершенно у людей. Надо делать конкретно. Я не теоретик. Надо работать. Вставать рано, ложиться поздно.